Ну что, дорогие друзья, наша первая тема совершеннолетняя. Сегодня у нас совет в верхах по поносам. Наступило лето. Вы, наверное, думаете, что поносы вызываются только инфекциями. Но это совсем не так. Понос может быть, а инфекции может не быть. Как отличить один понос от другого? В одном случае что-то экстренно надо сделать, а в другом случае есть время подумать. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. А начать я хочу вот с чего. Представьте, это наш кишечник. Мало кто знает, что в норме кишечник должен всасывать воду. Вот вся пища у нас переваривается только в виде воды. Но когда она доходит до толстого кишечника, то вода обратно всасывается в кровь. Поэтому у нас есть постоянство внутренней среды. Очень важно, чтобы кишечник работал именно так и только так. Но далеко не всегда так бывает. Понос бывает в жизни каждого человека. Но, наверное, в жизни мамы четверых детей это особо грозное событие. У нас в гостях сегодня певица замечательная Варвара. Варвара, а в действительности Алена Сусова взяла псевдоним в честь своей бабушки. Свои песни она исполняет в особом этно-стиле. Варвара счастливая жена и мама четверых детей. Живет за городом, увлекается фермерским делом. И с мужем Михаилом выращивает кур, коров, заготавливает сыр и ягоды. Варвара считает, что воздух и хорошая экология – залог здоровья ее семьи. Однако иногда и в этой прекрасной семье случаются неприятности. У нас в гостях Варвара. Ну вот она, мама четверых детей. Наверное, только такие женщины слово понос могут произнести без всяких проблем. Но что, бывало? Бывало, Елена Васильевна. Ну, самая страшная история. Когда у всех четверых случался понос и случалась диарея. Ну, так скажем, у троих, потому что Варя была еще совсем маленькая, мы ее не брали в дальние поездки, а с мальчишками отдыхали во всем известной Турции. Да. И вот на третий или четвертый день, я сейчас не вспомню, у всех троих началась беда. Причем я совершенно даже не знала от чего. Вроде ели все то же самое. Мыли руки так же, мне казалось тогда. В бассейне плавали в одном и том же, море было такое же. Но, может быть, ребята перегрелись. С этого, наверное, и началась у нас история поноса. Как вам удалось справиться с самим? И вообще, насколько серьезно вы тогда к этому отнеслись? Я мама, так скажем, отличница. Все время смотрю вашу передачу. И езжу все время с большим баулом лекарств. Надо мной смеется муж, надо мной смеются все и говорят, что тебя на таможне когда-нибудь примут. Потому что я всегда вот с этим оборудованием, от поноса, от сердца, от головы, от глаз, от всего, что угодно, у меня всегда есть таблетки. Я знаю, как их принимать. Точнее говоря, дети лежат, поносят. Первое, конечно, это звонок своему доктору, педиатру. Без нее я вообще никуда, без этого телефона я не езжу никуда. И что она посоветовала? Значит, интерфурил или ирсофурил. И все? Нет, конечно, нет. Обязательно много воды. У нас педиатр сразу к нам потянулся. Сразу потянулся на знакомые слова. И дальше? Безусловно, конечно, раз это диарея, значит, это обезвоживание организма. Наконец-то. Значит, много воды. Потому что дети, как только начинают, действительно, начинается понос или рвота, они обезвоживаются очень быстро. У них фактически теряются не только жидкость, но и электролиты. Поэтому мы должны обязательно заместить недостаток электроэнергии. Эту потерю. Вот это кишечник. У него есть вот такие ворсинки. Вот в этих ворсинках, вот еда, она вся поступает в жидком виде, и вода обязательно всасывается вот сюда, в кровь. Обязательно. Потому что если она не всасывается, наступает трагедия. Что возникает при поносе? Вот эта всасывающая способность этих ворсинок, она абсолютно изменяется. И смотрите, вода больше не всасывается. Она остается в кишечнике и вылетает наружу. Вот в этом главная трагедия. Поэтому первое, что мы говорим всем, лекарства не так важны, как питье. Жидкости, жидкости, жидкости. Если ребенок теряет 10% от массы тела, он может погибнуть. Для новорожденного с весом 3-4 килограмма, это 300 граммов, и ребенок гибнет. То же самое и у взрослого, но потеря 10% взрослого весом 70. Это 4 килограмма на 4. На 40, если говорить про старшего ребенка, а про взрослого человека 80 килограмм, например. Это 8 килограммов. Ведь это трудно потерять. Поэтому для нас, для взрослых, это все гораздо легче. Поэтому питье, питье и питье, это первое, что вы должны знать и делать при поносе. Как быстро милышня ваша, ребятня, пришла в чувства? Ну, не быстро. Как раз это была та ситуация, когда нужно было потом все-таки восстанавливаться, лечиться. Еще раз. Еще раз отдыхать после восстановления. Не уходите от нас. А я хочу пригласить нам врача-инфекциониста, доктора медицинских наук и профессора кафедры инфекционных болезней Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова Мурата Зиудиновича Шахмарданова. Проходите к нам. Ну что, еще раз вернемся к нашим ворсинкам. И еще раз скажем, что происходит при поносе, при инфекционном поносе. Вот он, микроб. Все эти ворсинки просто-напросто разрушаются. Поэтому ничего не всасывается и хлещет понос. Как понять, что дело серьезное? Профессиональный подход инфекционистов. Прежде всего, отличить инфекционный понос от неинфекционного позволит острое начало, выраженные, бурные проявления интоксикации в виде тошноты, многократной рвоты, высокой температуры до 39 и выше градусов. Острое начало обычно связано с приемом каких-то продуктов. Больные часто сами указывают на те продукты, которые могли быть причиной данного состояния. Вот не всегда, как показал опыт Варвары. Да, не всегда. Однако в опыте Варвары была групповая заболеваемость, что, безусловно, указывает на инфекционную природу болезни. Что же делать? Прежде всего, действительно, потери жидкости требуют ее компенсации. Пить, 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 пить. Чем больше, тем лучше. Вы не передозируете жидкость. Лишней жидкости, которую больной будет употреблять во время питья, не бывает. Самое безвредное, то, что не нанесет ущерб здоровью и можно даже принять без назначения врача, это энтеросорбенты, любые. И то, что вы еще можете сделать без назначения врача, принять ферментные препараты, поскольку идут процессы нарушения переваривания пищи, прием ферментов никогда не повредит, ферменты действуют только в просвете кишки, резорбтивного эффекта нет и побочных эффектов, соответственно, тоже нет. Если это ребенок, то ехать к врачу нужно обязательно. За сутки ребенок может обезводиться так, что вы его потеряете. Если это взрослый, сутки вы можете посмотреть и последить за собой. Если поймете, что вы не справляетесь, организм не справляется. Значит, вам нужна помощь, правильно? Совершенно верно. И критериями необходимости обращения к врачам является, во-первых, снижение мочеотделения. Больной прекращает мочиться, значит, жидкости в организме стало очень мало. Западают глазные яблоки. Снижается тургор кожи. Это уже серьезные критерии декомпенсации обезвоживания. Это уже повод обратиться за помощью к врачу. И, скорее всего, придется госпитализироваться. У нас сегодня есть пациентка, которая перенесла эту драму. Юлечка, что было с вами? Я также отдыхала летом. В Турции. В Турции. В день отъезда, после последнего приема пищи, где-то в течение часа-полутора часов, я почувствовала недомогание. У меня появилась тошнота. Начались боли по всему животу. И начался жидкий стул. Вы потом сели в самолет, и когда сел самолет, вас уже встретила скорая. Ну, дело в том, что, да, когда я села в самолет, у меня поднялась температура до 39, у меня появился озноб, и мне было уже совсем плохо. Вот, поэтому пришлось, да, сообщить стюардессе. Мне вызвали скорую и направили в отделение. К нашему доктору прекрасному. Слава богу, Мурат Зиудинович помог. Мурат Зиудинович, не уходите от нас, останьтесь с вашей пациенткой. А вот сейчас, дорогие друзья, мы посмотрим на понос под другим углом. Бывают ситуации, когда поносы не связаны с инфекцией. Еще один доктор у нас сегодня в гостях. Профессор, доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эндоскопист Вадим Дмитриевич Крыль. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Вадим Дмитриевич, поносы, которые не связаны с инфекцией вообще, в каких случаях бывают они? Первое, это когда отсутствует инфекционный фактор изначально. Уже выяснили. Значит, второй момент, это поносы, которые имеют более длительную историю самого заболевания. И третий, очень важный момент, эти поносы бывают связаны с приемом пищи, с их характером. Например, вы съели хлеб, у вас поносы боли в животе. Вы съели грубое волокно, неважно что, бобы или отруби, может быть, зелень какую-то, у вас понос. Вот эти поносы, где нет острого, бурного начала, высокой температуры, они связаны совсем с другим. Вот это макет двенадцатиперстной кишки, вот это поджелудочная железа, это желчный кузырь. Вот в норме поджелудочная железа делает вот что. Вот это вот кусочки пищи, она выбрасывает в двенадцатиперстную кишку свой секрет, вот так вот, и просто переваривает эти кусочки пищи. Если секрет поджелудочной железы не выбрасывается, то пища не переваривается, начинается понос. Я сейчас рассказала про хронический панкреатит. Дальше. Язвенные колиты, воспаление толстой кишки не язвенного генеза, то есть бывает синдром раздраженного толстого кишечника просто с воспалением слизистой, когда нарушаются те самые функции всасывания. И еще есть у нас одна болезнь непереносимости глютена. Да, непереносимость глютена. Это болезнь целиакия. Эти поносы не имеют бурного течения, они долго длятся и требуют других обследований. Какие обследования в этом случае обязательны? Прежде всего, чтобы исключить воспалительные заболевания толстой кишки, о чем мы говорили, делается эндоскопическое исследование, называется колоноскопия. Абсолютно точно. Во-вторых, делаются иммунные исследования, смотрится состояние иммунной системы организма, состояние общий анализ крови, биохимический анализ крови, где исследуются ферменты, которые, соответственно, вырабатываются или не вырабатываются, влияют на процессы пищеварения. Вот так. Это совершенно другие поносы. Они тоже могут быть. Но как бы там ни было, если начался понос, мы просим вас пить, пить и пить. И помнить, что помощь должна прийти экстренно. А если вот какая-то более неэкстренная ситуация, то уже есть время подождать и потерпеть. У нас пациент сегодня в студии. Виталий, с вами что было? Просто понос, там рвота. Но это всё было вызвано принятием жирной пищи. Что оказалось? Какой диагноз? Сделав УЗИ, то есть выяснили, что поджелудочная железа увеличена благодаря вот Вадиму Ильичу. Оказалось, что это плохая функция поджелудочной железы. Как сейчас? Всё в порядке? То есть сейчас, да, пришлось ограничить себя в пище. То есть это исключило жирную пищу, жирное мясо. Всё это провоцирует... Вот связь с пищей, с качеством пищи. Это важное замечание. Я рада, что вам помог профессор Крэмер. Он действительно прекрасный доктор. Спасибо вам большое, Вадим Дмитриевич. Итак, понос, друзья. Будьте во всеоружии, потому что летом это настоящая эпидемия. На минуту прервёмся. Продолжение следует...